Так вот, друзья, сегодня поговорим о привычках. Это тема, о которой, я думаю, уложусь 10 минут, быстро вам успею рассказать. Как встраивать позитивные привычки. Я сейчас смотрел, что многие авторы на перископе, почему вообще я завел эту тему, многие начали перископить, активно поняли, что это отличный инструмент, что это так здорово. Все были такие замотивированные в начале, и потом многие просто посливались. Кто заметил, что некоторые авторы стали сливаться? И я могу сказать, почему такое происходит. Я надеюсь, они меня тоже посмотрят, и я надеюсь, что они это тоже примут как руководство к действию. Когда вы хотите строить какую-то привычку, вам нужно непрерывно делать это 21 день. Не знаю, кто придумал эту цифру, я проходил разные тренинги личностного роста, от Нарбекова до различных НЛП-тренингов. И всегда это был 21 день. Я замечал, что если, допустим, на Нарбекова мы… Это, по-моему, впервые я узнал там эту цифру, это был 2010 год. Самое банальное то, что мы это устраивали, это пить стакан кипятка рано утром и перед сном, то есть на тощак и перед тем, как ложиться спать. То есть, вы когда начинаете, если вы пропустите один день, вам будет тяжело, то есть привычка не строится. Если вы это делаете 21 день, то все, оно отлично получится. Часто слышу, что 21 день. Ну, вот это почему-то… Я не знаю, а что если 20? Я никогда не тестировал, на самом деле, но у меня работает 21. Так вот, что происходит, если мы… Ну, к примеру, когда нам нужно что-то строить, мы себя заставляем сквозь зубы и вот эти 21 день или сколько там нам нужно, мы это делаем. Так, у меня 8 минут еще, отлично. Как это можно сделать, например, самое лучшее, если вы заведете какой-нибудь календарик и у вас, мы сможете по дням отмечать. То есть, есть специальные календарики, у меня вот я учился, стратегик коуч у Дэна Салвана, там был специальный календарь, там планирование недели и каждый день было по дням такой небольшой чекбокс, то есть, вот у нас есть weekly planner и чекбокс выполнил привычку или нет, только одну привычку мы всегда встраиваем. Не пытайтесь гнаться за многим, это реально очень тяжело. То есть, возьмите какую-нибудь одну привычку и встраивайте 21 день. Например, вы хотите стоять у стенки для осанки, вы хотите пить воды по утрам, вы хотите выкладывать видео в перископ каждый день. Кстати, заметьте, я ни одного эфира не пропустил еще ни одного дня, уже вещаю полтора месяца. Даже если у меня что-то не получается, вот у меня вчера полетел телефон ни с того ни с сего, айфон, я бы все равно нашел возможность. У меня постоянно вебинары, вот сейчас выступаю на джазклике и обычно я сейчас свои вебинары из-за перископа переношу на 20-30, но тут я решил, раз уж так, то окей, значит я просто выйду онлайн, но я все равно выхожу. Если не получается, я все равно выйду, какую-нибудь штуку расскажу и все равно я это сделаю. Если я, смотрите, как разрушаются привычки, если я хотя бы один день пропущу эфир, то мне это как бы сойдет с рук и на следующий день мне уже будет легко пропустить, то есть вот так оно пропускается. Сначала нам очень тяжело сделать какой-то пропуск, нас реально будет ломать. вот, допустим, у нас есть хорошая стройная привычка, один день мы пропустили, ну блин, вот так получилось, все, на следующий день у вас уже психологически, а, если я один день пропустил, значит второй день тоже можно пропустить. И вот так вы забрасываете. То есть у меня несколько потуга было такое, честно скажу, со своим ютуб-каналом, то есть иногда все вот четко неделя, все расписал, все. Ты высоко замотивирован, ты выкладываешь каждый день, вернее, в неделю по несколько видео мы выкладывали, все здорово, по два, три. Потом опять же ты один раз позволил себе пропустить и все. И ты можешь уже две недели ничего не выкладывать, потому что ты уже сделал пропуск и уже психологически почему-то оно так не работает. Я думаю, так работает у всех. Конечно, я рассказываю, базируясь на своем каком-то опыте, но почему-то я замечаю, что вот у людей так же. Один пропуск, один пропуск еще нормально, но он дает вам возможность пропустить второй раз, то есть вы второй раз уже легко пропустите, если пропустили свою привычку какую-то несколько раз. Ну, опять же могу с детьми сказать, вот вы приучили ребенка чистить зубы каждый день. Вот он чистит, 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 один раз позволили не почистить, все, второй день она уже тоже не хочет уже это и уже все. И привычки уже нет. Так разрушаются все наши привычки полезные. У меня была очень интересная ситуация с бразильским джиу-джитсу. Когда вот встраиваешь себе привычку, ну, вы знаете, я профессионально занимался какой-то период, особенно перед соревнованием. Сейчас, конечно, поменьше хожу, потому что сейчас школа далеко находится и плюс там тренировки по два с лишним часа, поэтому не всегда могу вечером найти столько времени. Но раньше, когда вот готовился к соревнованиям, вот я заметил, готовишься, 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 то есть каждый день ходил, кроме воскресенья, и потом уже тяжело не пойти, и меня прям сильно ломает, если не пойти на тренировку, потому что все, потому что выработана привычка ходить. Когда у меня была травма, такое, к сожалению, тоже случается, вот я помню вот это состояние, я первые дни прям буквально с ума сходил, потому что вот ты привык ходить, и ты не можешь ходить, и тебя безумно тянет, а ты не можешь этого делать. И вот это как раз таки сила привычки. Все, мне уже организаторы джазклика пишут, что какие-то смски. Наверное, мне пора в эфир. Все, друзья, спасибо, что были со мной. Напоминаю, что завтра в 20.00 по Москве записи не будет, приглашу Роберта Алана. Это человек, который заработал больше миллиарда долларов на инфомаркетинге. Здорово из Челябинска. Привет суровым челябинским парням или девушкам, не вижу кто. Хорошо, всем счастливо, и до встречи завтра в 20.00. Пока.